Вера 24 Вера 24 Это Римлянам 12 глава 2 Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная Бог сотворил человека и дал ему власть на этой земле Дал власть владычествовать И мы сегодня видим, как человек на этой планете владычествует Все принадлежит ему Все ресурсы, всеми он управляет Все он добывает Но самое главное и самое важное, что Бог еще нам дал власть Это внутри нас Чтобы мы могли властвовать над своим разумом Чтобы мы могли властвовать над своими мыслями Чтобы мы могли властвовать над своим мышлением Которое будет изменять нас Аминь И вы знаете, когда я встречаюсь с людьми, а еще не уверовавшие в Иисуса Христа, не находящих в церковь Я им всегда говорю Знаете, что есть Спаситель Есть большая дружная семья Которая вы можете через принятие Иисуса Христа войти И это церковь И люди, которые слышат, видят наши жизни Наши измененные тем более жизни И видят ту власть, которая есть в нас Над теми обстоятельствами и трудностями Что мы не сгибаем, не прогибаем Мы прославляем великого Бога И говорим, что это будет нас только укреплять Иногда они делают удивительные глаза Но это нормально Человек, который не познал Но я же также вижу людей, которые в церкви Те люди, которые уже родились свыше И вы знаете, я зачастую не вижу ихних побед Я зачастую не вижу ихних взлетов Вроде и поражения такого сильного нету Но и взлета нету Почему? Потому что человек, когда покаялся Он же состоит из души, духа, тела Ну, душа его с чего состоит? Из воли, разума Аминь Эмоции Она с этого состоит его душа И когда человек принимает Господа и Спасителя В духовном мире душа его, да, меняется Все начинает преобразоваться там И он уже не хочет грешить И уже хочет больше прилипляться к добрым делам Но мы видим, что все-таки человек, не изменив свои эмоции, чувства Волю Не предоставив Иисусу Христу Он остается так же прежним И знаете, всегда печально смотреть Когда на такие моменты, когда есть в жизни у людей Они вроде ходят в церковь Они вроде поклоняются и гимны красивые поют Они верят и даже постятся, друзья Но жизнь ихняя Она остается на прежнем уровне Почему? Потому что придя в церковь Мы, поднимая руки, моляся Прославляя Бога Мы временно получаем какое-то ощущение радости, мира, да Любви к друг другу Но когда выходим из церкви Если мы остаемся прежними То тогда ничего не меняется Нам нужно не только преображаться здесь В образ Иисуса Христа Но и, наконец, разобраться своими мыслями Со своим разумом И волей Эмоциями Нам надо разобраться с этим И вы знаете, что Самый такой хороший пример Это Иосиф Вы знаете, мы придя в церковь Все хотим изменений, правильно? И мы же приходим за этим Чтобы измениться здесь в церкви И это хорошее место Где действительно человек может измениться Ну, у нас есть много примеров Когда Господь нам показывает Как путь какой Как идти Как изменяться От чего отказаться А может быть, что принять Вы знаете, наши Мы из чего состоим? Мы же состоим из Мы вообще Храм Бога Живого Аминь! Все как храм Бога Живого Что наше тело? Это внешний двор Что наша внутренность? Что наш разум? Это внутренний двор А что наша душа? Это святая святых И чем мы питаем свой разум Тем мы питаем и свою душу И поэтому очень важно Идет большая война Идет очень большое сражение За наш разум Чтобы Потому что кто будет им управлять Кто будет в него говорить Того он и будет Такие поступки и будет И человек решает Оттолкнуть ему Данную ситуацию от себя Либо ее принять На основании своего разума Но свой разум всегда руководствуется Это либо учением Которое есть у него Либо прошлым опытом И зачастую человек Прошлым опытом руководствуется И принимает всегда Часто сказать Неправильные решения И поступки Которые подвигают его к действию С нашей мысли Они могут приходить и уходить Наши мысли Они летают как птицы Мы не даем им гнездо И наш разум определяет Принять мне это Я хочу подчеркнуть Либо оттолкнуть Не надо иногда С некоторыми мыслями Которые приходят Негативные С ними в своем разуме Пытаться разобраться Их надо просто оттолкнуть И заменить в это время Словом Божьим Потому что Слово Божье Он только дает тебе Разобраться Внутри самого себя В разуме И напитать свою душу Тем Что будет ей управлять И это Счастливая Хорошая христианская жизнь Аминь Аминь И мы Я вижу Прообраз Хорошего примера Это Иосиф История Которая Началась В принципе С его дома Он Иосиф Находясь в своем Собственном доме Было сформировано Его разум И было Сформировано Его Мышление Потому что он был Младший сын Он был одет И в красочные одежды Самые лучшие На то Время Он был Почитаем своим отцом И если бы он Оставался дальше В этом доме То у него была Прекрасная возможность Остаться В том же В чем он был Так Но когда Бог ему дает Сны Когда Бог Дает ему Другое Восприятие И что есть Намного Больше Мир И он Хочет Расширить Его Перед ним Но Ему нужно Изменить Иосифа Тот Иосиф Который в этих Разноцветных Одеждах Он Не может Из юноши Перейти В премьер-министра Египта Египет был На то время Самая Самая лучшая Страна Во всех Отношениях В многих Сказать так Египет Использовать В твоей Используй Меня Бог Говорит Как я Тебя Использую В твоих Старых Одеждах Давай Спирам У тебя Духовную Раздевалку Спирам Разденем Тебя Снимем С тебя Все Потому что Ты пришел Сюда Индюк Такой Красочный Ходишь 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 Со своими Красочными Перьями И с этими Перьями У тебя Что Обида Злость Непрощение Все То Что Этот мир На тебя Надел И ты Ходишь В его Одеждах Но здесь Другие Одежды Здесь Одежда Одевает Иисус Христос Здесь Другая Одежда И человеку Плохо От этого И знаете Уже Сны Иосифа Как-то Стали Не вдохновлять Его Знаете Как-то Сны Уже Стали Такие Может быть Не со мной Мне бы Хоть Как-то Вылезти Из этой Ямы Чтобы Хотя бы Живым Остаться Но Бог Говорит Нет Подожди Подожди Ты же Пришел Мы же С тобой Начали Работу Если ты Пришел И хочешь Изменений Значит Готов Быть Переменом Будь Готов Снять С эти Одежды Свои Которые Мирские С тебя Они Снимет Бог Позволь Ему Это Сделать Пусть Слетит Это Все И вы Знаете Мы Дальше Видим Как Он Попадает К Патифару Проданный Своими Родными Проданный Очень часто Бывает Что Продают Близкие И Очень часто Бывает Так что И предают Близкие Потому что Дальний Бомж Тебе Если Даже Предаст Плюнет Скажет И скажет Слава Богу За Иисуса Пострадал И даже Еще и Благословишь Его Аминь А если Близкие А если Родная Кровь Тебя Придает И вы Знаете Что Я вижу Что Самую Главную Победу И самую Важную Одерживает Иосиф В том Что Он не Обижается Он не Надевает Этот На себя Скафандр Обиды Потому что Что такое Обида Обида Это когда Твой разум Начинает Парализовываться Это еще Говорится Есть Психосоматика Такое Слово Психологии Когда Твой Разум Начинает Парализовываться Через Обиду И ты Не можешь Ничего Действовать У тебя Парализация Происходит Потому что Ты Не можешь Ни работать Ни ходить Никуда Ты не можешь Общаться С кем-то У тебя Обида Ты Парализован По-библейски Это сказать Что Кости Гнить Начинают Твои И что Такое Кость Это Мозг Костный Это дает Центральную В принципе Кровеносную Систему Которая Снабжает Весь Организм Если Кости Наши Начинают Гнить Начинается Если мы Обиделись Церкви То Омыть Иисуса Христа Что Здесь Господь Делает С нами Оно Закрывается Ты Не можешь Поэтому Идет Это Гниль Поэтому Тебе Нужно Совершенно По-другому Посмотреть Иосиф Посмотрел Иосиф Был Классный Иосиф Был Не зря Избран Самим Богом Потому что Не было В нем Обиды Не было Ничего То Что могло Бы его Остановить И это Дало Возможность Ему Быть Лучшим Работником На Патифарском На Патифарском Дворе Поэтому Только Бог Допустил И Патифар Взял Его И Ставил Управляющим Потому что Обиды Не было Потому что Иосиф Старался Как для Бога И он Делал Все То Что Ему Говорили Делаем Лим Мы В своей Жизни То Что Говорит Нам Бог Слове Своем Бог Говорит С тобой И со мной Каждый День Через Слово Твое Ты То Принимаешь Его Ты Ты Его Начинаешь Поглощать Дает Ли Оно Тебе В разум Чтобы Напитать Свою Душу Либо Нет Задай Себе Вопрос И Вы Знаете Ну Как бы Не было У Иосифа Хорошо Все Таки Он Оставался В Рабских Одеждах Все Таки Он Оставался Тем Рабом И Тем Иосифом Который Пришел Туда Из Своей Страны И Богу Нужно Дальше Переодевать Иосиф Ни в чем Не виноват В доме Патифара Его Соблазняет Жена Он Бежит Как правильный Грешник Кидая От себя Это И отталкивая От себя Этот Грех Он Говорит Нет И Убегает Бежит От этого Греха Но Бог Даже Будет Использовать Даже Хорошие Твои Мотивы Для того Чтобы Дальше Тебя Повести И Сделать Время Министром И Он Попадает В Следующую Яму И В Этой Яме Горечь Обида Разочарование Где-то Предательство Все Вместе Иосиф Там Встречается Самим Собой Когда Ты Находишься В Этом Разочаровании Когда Ты Находишься В Этих Отверженности Он Попадает В Отверженность Это Страшное Чувство Отверженности Когда Нету Никого Когда Нету Ничего Когда Говорится Что Все Закончено И Потеряно И Вроде Винодар И Хлебодар Вроде Тоже Должны Пойти Замолвить За него Но Они За него Не Замолвили Слово Своё Почему Да Потому Что Бог Не Хочет Его Выводить С этой Ямы Потому Что Он Еще Не Готов Потому Что Он Будет Хуже Когда Он Был В цветных Одеждах Был Разброс Развет И Брошен В Эту Яму Для Того Чтобы С Богом Там Встретиться Ты Встречаешься С Богом Когда Трудности Когда Уже Ты Знаешь Все Надежды Нету Все Пропало Ничего Никто Помочь Не Может И Там Туда Когда Приходит Бог И Ты Никогда Его Не Оставишь Знаешь Почему Потому Что Когда Тебе Были В Таких Сложностях Когда Ты Лежал В Этой Яме Кроме Бога Никого Не Было В Этой Яме Только Бог И Ты И Вы Знаете Если Ты Сегодня Находишься В Яме Либо Ты С Дернутых Одежды Либо Раздевает Тебя Бог Да Слава Богу Скажи Господь Встречусь С Тобой Скажи Аминь Ну Аллилуйя Друзья Ну Аллилуйя Бог Приходит В Эти Обстоятельства Что Вы Не Проходите Что Вы Не Бываете В Этых Обстоятельств Что Я Так Столько Прошел Меня Бог Так Раздел Что Все Снял Что Можно Было Снять Все Я Вам Говорю Но Потом Начал Одевать И Мы Видим Что Бог Приходит Туда И Он Ему Помогает Он Там Еще И Управлять Начинает Но Богу Важно Именно Встретиться Вы Знаете Я Иногда Вижу Людей Которые Не Могут Не Могут Воспринять Бога Когда Вот Эти Обстоятельства Приходят До Этого Все Кричат Аллилуйя С Бриллиантами С С Кем Угодно Кого Только Не Увидишь В Церкви Ну Когда Пришли Обстоятельства Что-то Нету Никого Остаются Те же Верные Которые Всегда Ходят Вроде Бо И Не Похожи Вроде И Одежда Та Не Царская С Виду Но Внутренняя Одежда Ты Понимаешь Когда Ты Начинаешь Разговаривать С Человеком Или С Ним Молиться Ты Понимаешь Что Барабан Звучит А И И Слово Которое Помазание Дает Он Именно Там В Трудностях И Если Знаете Самые Страшные Люди Те Которые Отказываются Порой Когда Попадают В эти Обстоятельства И говорят Бог Я раньше Верил А теперь Я не Верю Это Иосиф Сидящий Второй Раз В Яме Тебя Бог Никогда Оттуда Не Выпустит Потому Что Тебе Нужно Там Встретиться С Богом Именно С Богом И Там Начать Взывать Нему И Говорит Господь Вот Он Я Я В этой Яме Но Я Знаю Что Только С Тобой Встретившись Я Могу Вылезти И Стать Пример Министр Аллилуйя Бог Так Делает Бог Выводит И Мы Видим Что Те Люди Это Я Один Из Них Которые Сняли Свои Одежды Которые Не Сопротивлялись И Говорили Да Боже Снимай Все Сними Все Сними Но Только Будь Со мной Как В наших Псалмах Давид Поет Только Духа Твоего Не Отними Все Сними И снимал Было Больно И жене Больно Всем Было Больно Я вам Точно Говорю Это Было Очень Больно Я Плакал По ночам Думал Ну Почему Так А потом Я понял Когда Здесь Мыл Однажды И Бог Мне Пришел И сказал Тихо Андрей Мы Сейчас Душу Твою Отмоем А потом Разденем Тебя А потом Тебя Оденем В другие Одежды И ты Будешь Служить Мне Я Тебе Показал И вы Знаете Ко Мне Бог Пришел Самый Первый Раз Когда я Пришел В эту Церковь Я здесь Родился Вы же Все Знаете Он Пришел Сюда И Показал Что Ты Будешь Пастором Но Я Не Был Пастором Я Первое Что Взял Тряпку И Ведро И Очень Сильно Верил Что Там Где Я Мою Там Где Я Мою Там Будет Чисто Как Для Бога И Вступив Туда Человек Он Скажет Господь Я Хочу Такого Бога Такая Чистота Такая Чистота Внутри Меня Поэтому Если Ты Сейчас Находишься В этом Не Переживай Отдай Богу Бог Тебя Вдохновит Бог Тебя Поднимет Бог Тебя Преобразит Свой Образ И Подобие Ты Увидишь Выйдешь Как Золото После Этого Как Золото Выйдешь Будешь Сжатый Да Будешь Гретый Будет Примеси Сходить Будешь Кричать Будешь Орать Господь Пастор Мой Но В итоге Золото Видим Как Выходят Люди Которые Принимают Его Одежду Аминь Я Вижу Новый Завет Пришел Иисус Христос На Землю На Ту Землю Которую Создал Сам Наш Великий Бог Отец Чтобы Был Эдемский Сад И Чтобы В этом Саду Человек Был Счастливый Ну Вы Знаете Он Пришел И Увидел Что Люди Оказались Рабами На Рынке Рабов Который Дьявол Загнал Кого-то Обманул Кто-то Сам Похотями Страстями Это Принял И Грех Начинал Пленить Он Увидел Рабов Людей Которые Не Могут Протестовать Которые Не Могут Ничего Сказать А только Под этим Гнетом Этим Ермом Все Идут 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 И римлянам 7.14 Говорит Сам Павел Ибо мы Знаем Что Закон Духовный А я Плотян Продан Греху Павел Говорит О переходе Имущества Что были мы В одних руках Потом перешли В других Другие руки Но теперь Мы можем Перейти Обратно К Иисусу Христу Если мы Возьмем Его Слово Возьмем Его Учение И будем В нем Пребывать Только Иисус Может тебя И меня Вывести Из этого Рабского Состояния Где бы Оно не находилось И где бы Оно Не было Вы знаете Почему так Получается Я всегда Задал Ну почему Так Меня мучил Этот вопрос Почему так Почему даже Верующие люди Все равно Попадают В это состояние Где не могут Противостоять Где грузия Печаль Где уныние Где ничего не происходит Где просто Какие-то сжатые Обстоятельства И я вижу Голгофский крест Я вижу Его Этот крест Это лобное место Высота В нашем разуме Происходит война И мы должны Поднять Со своего разума На эту Голгофу Поднять на это Лобное место Своё темное Темные наши Состояния Наших Мыслей Не мыслей Даже А разума Чтобы могли Это всё Преподнести И чтобы это всё Ушло От нас Потому что там Дьявол не сможет Подойти Там Бог Дает исцеление Там в разуме Когда ты поднимаешь Бог исцелять Тебя начинает И мы видим Что А думаешь Как Как так Ну Я наверное Духовный Христианин Сто процентов Я вижу Это в Петре Я вижу Это в Петре Когда Пётр Предаёт Иисуса Христа И это Неоспоримый факт Это Неоспоримый факт Почему Да потому что Сам Иисус Говорит В Луке 22 31 32 Симон Симон Сей Сатана Просил Чтобы сеять Вас Как пшеницу Но я Молился О том Но я молился О тебе Чтобы не Оскудела Вера твоя И ты Никогда Обратившись Утверди Братьев Твоих Почему У сатаны Было Право Зайти Петру В его Сознание В его мышление Темное Как могло Там образоваться Ты ходил С Иисусом Многие Ходят С Иисусом Мы видим Когда Идет вечер Перед Пасхой Ученики Ученикам Иисус говорит Один из вас Предаст Это были смутные Это были тяжелые Это были невыносимые На тот момент Уже Времена Которые Должен перетерпеть Был Иисус Христос Но они С обсуждения Кто предаст Перешли В обсуждение Того А кто из них Выше А кто из них Почтительнее И в этом Споре Спорили все Они селки Себе расставили Сами братья Себе оставили Селки Но в эти селки Расставленные Было братьям Попал Петр Петр был Более Настойчив Петр ходил По воде Петр всегда Везде Всем все Говорил Указывал Спорил С Иисусом Был на горе Преображения Везде У него было полное Как бы больше Влияние Казалось бы Так ему Да просто У него была Та гордость Скрытая Которая 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 Была В его Мышлении Которую Он Не Отказался От гордости Гордость Это Зло Это Такое Зло Что Оно Всех Нас Просто Раздавливает Порой А хотя Все так Просто Все же Просто Когда приходят Какие-то испытания Выходит Гордость Нужно Что Сделать Призвать Иисуса Христа Призвать Его Призвать Его Чтобы Он Мог Помочь Нам И притча Вот 16-18 Я вижу Погибель Пришествует Гордость И Надмение Надмение И падение Надменности То есть Падение Надменности Человек Становится Надменным Он Стал Надменным Петр Стал Надменным Он Начал Надмиваться Над Своими Братьями И Уже Он Перечил Иисусу Христу Он Уже Говорил Не Пойдешь Чуть ли Уже Неповелительный Тон Пришел Где Он Сказал Отойди От Меня Сатана Но Есть Благая Весть Для Каждого Из Нас Что Попав В Эту Гордость Попав В Эти Темные Обстоятельства Обмолотив Шийся Может К нам В наше Сознание Приходит Что Есть Покаяние Есть Тот Кому Можно Прийти Поднять Руки И Сказать Господь Избавь Меня Господь Убери Не отменяй Это Все Я Не Хочу Это Не Мое Да Эта Шелуха Была Во Мне Она Защищала Меня От Этого Мира В Котором Я Находился Но Придя К Тебе Просто Возьми Обмолоти Меня Чтобы Осталось Это Только Пшено На Котором Ты Сможешь Взрастить Те Семена Которые Угодны Тебе На Первый Надо Поставить Место Иисуса Христа Как Петр Вернулся Назад К Иисусу Христу После Того Когда Он Сам Признал И Сказал Что Я Он Сказал Человеку Который Был На Квозле Красных Ворот Он Пришел К нему Уже Замененный Тьма Светом Он Был Заменен Иисусом Христом Его Гордость Когда Мы Приходим Куда Нам Надо Заменять А Когда Люди Нуждаются И Он Увидел Нужду Человека Он Заменил Своё Я Свою Гордость На Иисуса Христа Который Начал Производить Такие Чудные Дела И Освобождать И Исцелять Людей Нам Нужно Заменить Свою Гордость Потому Что Я Как Говорит 4 6 7 Бог Гордым Противится А Смиренным Даёт Благодать Покоритесь Богу Противостоите Дьяволу И Убежит От Вас Победа Начинается С имени Иисуса Христа Но Она Продолжается И Заканчивается Когда Ты В образ Иисуса Христа Переходишь Тогда Тебе Не Просто Нужно Провозглашать Имя Иисуса Христа Но Перейти И В образ Господа Нашего Испасителя Тогда Перешли Перемены У Петра Когда Он Заменять Начал Я Я Я Он Сказал Нет Не Я Мы Все Говорим Именем Иисуса Христа Он Начал Служить Другим Людям Поэтому Тебе Нужно Служить Другим Людям Чтобы Заменилась Твоя Гордость По Другому Ты Не Очистишь Как Ты Очистишь Своё Сердце Если Ты Никому Не Служишь Если Ты Никому Ни С Сам Им Служу Отдельно Я Вижу Как Сердца Расстаивают И Вижу Как Они Дальше Вливаются В Общество Начинают С другими Общаться И Приобретают Тот же Статус Который Как и Все Люди Которые Но Бывает Есть Отверженность Потому Что Это Гордость Скрытая Невидимая Никому Она Начинает Надмевать И Вы Знаете Я Хотел бы Еще Поговорить Немножко С вами О том Что Нам Нужно Оружие Для Того Чтобы Можно Было Защитить Наш Разум От Стрел Лукавого И Первое Это Шлем Спасения Ефесянам 6.17 И Шлем Спасения Возьмите И меч Духовный Который Есть Слово Божье Когда Мы Говорим О шлеме О шлеме Это Шлем Спасения Возьмите Много Выпишите О спасении Сколько Что Говорит Библия И я уверен Что Вы Никогда Не будете Поражены Шлем Римского Солдата Был Всегда Очень Тщательно Сделан И он Был У него Много Было Надписей На шлеме У него Были Еще Какие Абрегатуры Которые Разделяли Или Помогали Другим Воинам Определить Его Предназначение К данному Легиону И Поэтому Спасение Оно Является Одно Из Самых Важных Наших Пониманий Для того Чтобы Можно было Защитить Наш Разум Но Также Я вижу Что В спасении Есть вера Без веры Мы никуда Не можем Отойти Евреев 11.1 Четко Нам Говорит Вера Есть Ощущение Ожидаем Уверенность Не видим Но Мы имеем Реальный Фундамент У нас Должен Реальный Фундамент Чтобы Можно Было Построить И на Этой Построенной Построенном Фундаменте Мы Шлем Спасения Еще Есть Одно Это Надежда 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 Давайте Дадим Определение Надежды Надежда Это Спокойствие Спокойное Твердое Ожидание Благо Обещанное Слово Божие В некоторых Смыслях Это Постоянный Оптимизм Аминь А постоянный Оптимизм Такая Защита Разума Она Надежда Это Оптимизм Отношение Которое Когда Выбирает Взирать На Лучшее И не Позволить Когда Дух Святой Показал Мне Что Шлем Существует Для Защиты Моего Разума Это Надежда Надежда У тебя Должна Быть Надежда Ибо Мы В Римлянам 8.24 Четко Видим Ибо Мы Спасены В Надежде Это Значит Что Мы Нет Надежды Нет Спасения В Надежде Есть Наше Спасение Мы Надеемся На то Что Бог Всегда Придет И Поможет И Защитит Каждого Из Нас Именно Шлем Этот Именно В В В Мерие И В Надежде Вложена Эта Сила Которая Защищает Наш Разум Меч Духовный Ефесянам 6.17 Меч Духовный Который Есть Слово Божье Меч Духовный Меч Это Когда Писал Павел Это Был Римский Меч Он Был Небольшой Короткий Был Заточен С Двух Сторон И Вот Послушайте С Двух Сторон Какую Силу И В конце Он Был Загнут Если Воин Попадал Во врага Своего И Вытаскивал Меч С его Живота То Вместе С ним Вытаскивал Все Поэтому Дьявол И боится Этого Меча Который Слово Божье Потому Что Это Смерть Смерть Однозначно И Что Мы Видим Обоюдоострый Говорит С одной Стороны Слово Божье А С другой Твое Слово И Твое Слово Вместе Со Словом Бога Высвобождает То Слово Которое Убивает Дьявола И Он Бежит От Тебя Аминь Слава Богу За Такие Оружия Которые Дает Господь И Щит Веры Ефесянам 6 16 Апачи Все Возьмите Щит Веры Который Возможно Угасит Все Раскаленные Стревы Лукавого Щит Делался Огромный Который Защищал Полностью Человека И Он Делался Из Шести Этих Шести Слоев Кожи Но Он Требовал За собой Ухода Его Нужно Было Каждый День Маслом Мазать Что Является Дух Святой В нас Которым Когда мы Читаем Через Слово Дух Святой Начинает Мазать На щит Нашей Веры И Его Ложить Надо Было В Воду Чтобы Он Пропитывался И Написывался Чтобы Он Был Крепкий Потому Что Это Слово Божье Вода Это Слово Божье И Мы Видим Раскаленные Стрелы Как Они Действовали Раскаленная Стрела Когда Летела Она Могла Шифроваться Под Простую Стрелу Но Когда Она Прикасалась Получался Прикосновение Как бы Маленький Взрыв И Загоралась То Это Мощная Бомба Была Которая Прилетала И Страшная И Она И И И И И И И Бог Говорит Я Дал Тебе Такой Щит Какая Бомба Не Прилетела К Тебе Ты Все Равно Будешь Безопасной Потому Что Щитом Твоим Буду И Я Бог Сказал Давид Всегда В своих Псалмах Воскресает Ты Зав Безопасной Редакir Безопасной Безопасной Продолжение следует...